Приветствую всех! Вы на моем канале и снова я вам буду рассказывать о джигитовке. Сегодня мы продолжаем тему, которая посвящена выбору лошади. Давайте поговорим еще о нескольких критериях выбора лошади для джигитовки. Итак, пункт первый. Темперамент. Пожалуй, это самый главный критерий отбора лошади для джигитовки. Именно этот критерий играет самую главную роль для достижения успеха как в показательном выступлении, так и, конечно же, в соревновании. Конечно, если выбирать между импульсивной лошадью и флегматичной, для джигитовки, особенно для новичка, больше подходит второй вариант. В отличие от других дисциплин, где с помощью средств управления рук, ног и корпуса всадник может немножко сконтролировать горячность лошади, в джигитовке, наверное, в единственной дисциплине вообще из всех, которые существуют в России, лошадь предоставлена сама себе. Поверьте, то, что творит разгоряченная лошадь во время того, как всадник выполняет элементы, это далеко ему не помогает. Как я уже говорила в прошлом выпуске, наиболее горячим темпераментом награждены лошади чистокровных пород и кровленых. Чаще всего это лошади с хорошей родословной и с хорошими показателями в олимпийских дисциплинах. Но в джигитовке от лошади не требуется бежать большой приз на 70% или прыгать 160 см препятствия. В джигитовке от лошади требуется просто скакать по прямой. А это может, соответственно, любая лошадь. Но только лошадь с железобетонной психикой, с умеренной флегматичностью и спокойно реагирующая на смену обстановки провезет всадника, не обращая на весь дискомфорт, который он причиняет ей во время выполнения элементов. Можно, конечно, с этим поспорить. Я могу лично даже сама рассказать пример. У нас был конь чистокровной породой по кличке Верон. До 2015 года он с нами выступал. И даже много раз за то время, пока он у нас был, на нем и еще двух конях держалось даже все показательное выступление. Несколько раз эта лошадь привозила своего всадника к призовым местам на соревнованиях. Но до этого три года эта лошадь сходила с ума, сбрасывала своих всадников, носилась как сумасшедшая. Три года эта лошадь привыкала к джигитовочной работе. Если, конечно, у вас есть столько времени, вы можете попробовать себя и свои силы. Но я думаю, что такого желания так долго работать и готовить лошадь для джигитовки у вас не будет. Поэтому, конечно, выводы делать вам. Очень важным моментом является то, чем руководствуется лошадь, когда принимает решение инстинктами или разумом. К сожалению, очень тяжело договориться с лошадью, которая руководствуется инстинктами. Такие лошади будут пугаться одного и того же изо дня в день. Они тяжело обучаемы, а потому непригодны или условно годны к джигитовке. Как правило, это лошади, которые были взяты из табуна в довольно взрослом возрасте, около 5-6 лет, которые не видели человека, не имели возможности с ним общаться. И, к сожалению, относятся к человеку как к хищнику, который сидит на их спине. Теперь разберем пункт экстерьер. Есть несколько моментов, которым нужно уделить особое внимание. Первое – это холка. В джигитовке есть несколько упражнений, которые выполняются на боковую сторону лошади. Так называемые обвесные или обрывные элементы. К ним относятся казачий виз, обрывы, стойка вниз с головой, флажок и тому подобные элементы, которые требуют того, чтобы седло было строго зафиксировано на лошади. Устройство казачьего седла позволяет полкам крепко держаться на спине лошади при помощи холки, если она ярко выражена у лошади. Если же холка плоская, то от таких элементов придется отказаться. Но я не вижу в этом очень много негатива. У вас остается множество элементов, в том числе отрывных. А на мой субъективный взгляд, именно обрывные элементы наносят максимальный вред здоровью лошади. Во время выполнения элемента от лошади требуется волочить за собой всадника, создавая противодействие всем своим весам, травмируя при этом спину, плечи и передние ноги лошади. Так что везде есть свои плюсы. Выход шеи. Существует несколько выходов шеи. Это низкий, нормальный и высокий выход шеи. Наиболее желателен нормальный выход шеи. То есть, как говорят специалисты, 45 градусов относительно горизонта. Вот примерно как на вот этом коньке. Слишком низкий выход шеи дает нежелательную нагрузку на передние ноги лошади. Особенно если при этом у лошади тяжелая большая голова и мощная тяжелая шея. Также низкий выход шеи неудобен при выполнении элемента пролаз под шеей лошади. Високий же выход шеи неудобен при выполнении элементов, которые требуют посадки на шею или прохода через шею. Такие как терская вертушка, цирковая вертушка, вертушка вокруг луки и тому подобные элементы. Хотя, конечно, огромным плюсом высокого выхода шеи является благородный вид лошади. Также пункт рост лошади. А в джигитовке, как правило, занимаются спортсмены ростом... Девочки, не ржите. Чаще всего в джигитовке занимаются спортсмены среднего или ниже среднего роста. А потому для технически правильного и удобного исполнения элементов подходят лошади, у которых рост 150-160 сантиметров. Аспект ширина корпуса лошади. Конечно же, для лошади, которая работает в джигитовке, необходим довольно широкий корпус с широкой грудью и мощным крупом. Естественно, что такое телосложение позволяет лошади сохранять баланс во время того, как всадник висит у лошади на боку или перескакивает с одной стороны на другую. Кстати, довольно часто именно такое телосложение встречается у лошадей породок ватерхорс. Но, к сожалению, купить эту лошадь у нас в России довольно сложно. И стоит она очень много. Ну и следующий важный пункт – это здоровье лошади. Покупая лошадь, мы в первую очередь интересуемся ее состоянием здоровья. Это немаловажно для любой дисциплины конного спорта. Поэтому при выборе лошади не стоит скупиться на полный ее ветеринарный осмотр с рентгенами ног и спины. Тщательно проверить всю информацию по тому, какой был тренинг лошади, когда она была заезжена, были ли у нее какие-то травмы, как долго она восстанавливалась после этих травм. Но что самое важное для джигитовочного коня? Самое важное, когда у лошади присутствует природный самоконтроль физического состояния. Есть лошади, которых сколько ни гоняй, их с песни сойдет, пока они не рухнут с разрывом сердца. Соответственно, работать такие лошади готовы на пределе своих возможностей, не осознавая тот вред, который они наносят своему здоровью. Противоположность им есть лошади, которые после выброса энергии приходят в адекватное состояние и готовы работать. Такие лошади готовы выдерживать психологические и физические нагрузки в течение долгого времени и не требуют дальнейшего восстановления, серьезного восстановления после таких нагрузок. Так как нагрузки в джигитовке не такие, как в олимпийских дисциплинах, и лошади не нужно работать на пределе своих возможностей, и, соответственно, не нужен такой длительный период восстановления после них, то и получается, что как раз самое важное для лошади в джигитовке это природный самоконтроль. Делаем выводы. Идеальная лошадь для джигитовки это не сильно темпераментная, не сильно высокая и не сильно породистая лошадь. То есть такая, которая как раз не востребована в олимпийских дисциплинах. Где же искать таких лошадей? Такие лошади часто встречаются в любительском спорте, в прокате. Это лошади хобби-класса. И стоят они, как правило, недорого. Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно было для вас полезно. Я рада, что вы смотрите мой канал, что вы подписываетесь. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте палец вверх. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok